В ходе очередного заседания законодательной палаты Оли Маджлиса обсужден ряд законопроектов. В их числе проект закона о внесении изменений в закон Республики Узбекистан о банках и банковской деятельности, направленных на поэтапное увеличение минимального размера уставного капитала банков. Документам, принятым в первом чтении, предлагается постепенно увеличить минимальный размер уставного капитала банков до 500 миллиардов суммов. Это увеличение было предусмотрено постановлением президента, поэтому Центральный банк предложил поэтапно увеличить уставные капитали коммерческих банков. Сначала до 200 миллиардов суммов, потом 350 миллиардов суммов и до 500 миллиардов суммов к 1 января 2025 года. В настоящее время 9 коммерческих банков имеют ниже 100 миллиардов уставного капитала. Если посмотреть на распределенную прибыль коммерческих банков, в разы больше, чем уставной капитал. Если до 1 января 2025 года увеличится капитал всех коммерческих банков до установленного уровня, это дает дополнительные 18 триллионов суммов для нашей экономики, для развития инфраструктуры и критования субъектов предпринимательства. Также парламентарии одобрили концепцию проекта закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан, направленных на обеспечение неприкосновенности денежных средств на банковских счетах предпринимателей. Им предусмотрена административная и уголовная ответственность за необоснованное перечисление или снятие денежных средств с банковских счетов предпринимателей без их согласия, либо за несвоевременный возврат излишне списанных денежных средств. Данные действия совершаются банковскими учреждениями, налоговыми, а также правоохранительными органами. В результате опроса 130 фермерских хозяйств Марканской области 47 респондентов указали на случай необоснованного использования денежных средств с банковских счетов без их согласия. В Кодексе об административной ответственности, а также в уголовном кодексе не предусмотрена ответственность за такого рода деяния. Данный законопроект усилит правовые меры защиты законных интересов субъектов предпринимательства, а также повысит эффективность правовой защиты прав собственности.